Я продолжаю чтение первой книги царств. Читаю главу девятнадцатую. И говорил Саул Иоаннафану сыну своему и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Иоаннафан Давида, говоря, — Отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе, отцу моему, и что увижу, расскажу тебе. И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу отцу своему и сказал ему, — Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул, — Жив Господь, Давид не умрет. И позвал Иоаннафан Давида, и пересказал ему Иоаннафан все слова эти, и привел Иоаннафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. А злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола жена его, — Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит. И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся. Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждой. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Мелхола сказала, — Он болен. И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря, — Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его. И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа. Тогда Саул сказал Мелхоле, — Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал? И сказала Мелхола Саулу, — Он сказал мне, — Отпусти меня, иначе я убью тебя. И убежал Давид, и спасся, и пришел к Самуилу в раму, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе. И донесли Саулу, говоря, — Вот Давид в Навафе, в раме. И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря, «Где Самуил и Давид?» И сказали, «Вот, в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал перед Самуилом, и весь тот день и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому, говорят, неужели и Саул в пророках?